Один лайк, один факт или трустори из безумной работы психолога. Напишу то, что нужно и то, что нельзя рассказывать про внутренники профессии. Поехали! Психические нарушения у людей я опознаю на раз. Достаточно обменяться с человеком парой слов, даже по телефону. А иногда достаточно и беглого взгляда. Особенно отчетлива видна шизофрения, даже слабая, скрытая, еще не выявленная. Насколько глубоко видит психолог человека при беглом контакте? Это зависит от его мастерства. Да, есть такие, которые умеют смотреть насквозь и понимают про человека от и до. Даже то, что очень хочется скрыть. Но это редкость. Один водитель рейсового автобуса уснул на ночной трассе. Переполненный автобус в лобовую столкнулся с лесовозом. Месиво металла и трупов. Нас, штатных психологов, подняли среди ночи, чтобы встречать пострадавших. Их доставляли в фойе больницы. В работе психолога есть странный нюанс. Часто клиенты влюбляются в консультантов. Это больше, чем влюбленность. Это страсть, навязчивость, зависимость, мания. Название этому «эффект переноса». И если консультант не совсем этичен, он может воспользоваться этим в свою угоду. Влюблялся ли я в своих клиентов? Да, особенно поначалу. Одно из первых правил, чтобы консультанту был объективным, он должен быть компенсирован психологически, сексуально и даже гастрономически. Среди коллег это всегда повод для шуток. Однажды человек, пришедший в психологический центр во время беседы, открыл дипломат. Достал пистолет и направил на меня. Ничего не оставалось, кроме как сохранять спокойствие, смотреть ему в глаза и продолжать беседу. Потом пистолет оказался не настоящий, а у человека шизофрения. Ненавижу, когда меня представляют где-либо как психолога. Иногда это все рушит. Особенно, когда приходилось работать в тюрьме с контингентом осужденных по статье 105 «Убийство». Я сразу стал врагом абсолютно всем. Было очень сложно. Мой друг переживал тяжелую депрессию. Сам я не мог быть ему сторонним объективным помощником, поэтому отправил к самому авторитетному специалисту из тех, кого знал. Он вернулся совершенно другим человеком. Спокойным, сильным, мудрым. Это было настоящим чудом. Верьте в такое. Женщина была потрясающей красоты. Обратилась ко мне, никому не хотела идти. Когда-то ее завербовали спецслужбы. Были последствия глубинного психовоздействия. Что же я мог сделать? Мы просто побеседовали о жизни. Потом она пришла еще раз, подарила плитку шоколада и ушла. С друзьями психологическая работа невозможна. Либо личное общение, либо работа. Поэтому, когда с клиентом мы завершаем работу и продолжаем общение, я предупреждаю, что мы уже никогда не сможем вернуться в отношение клиент-консультант. Мне однажды поступали угрозы от разгневных мужей. Однажды приезжали разбираться. Прижив близкий эмоциональный контакт, истерические клиентки откровенно манипулировали моим именем, чтобы вызвать ревность или утвердить себя в глазах мужа. Да, дуры, и я тут ни при чем. Психологи очень часто вступают в брак и разводятся очень часто. Очень часто. Это просто кошмар. Например, у одного моего коллеги за спиной 8 браков. И похоже, это еще не конец. Я еще не понял точно, в чем именно причина такого. Приходилось работать на разных линиях телефона доверия. Это очень интересно. Там получил навык. По одному только голосу и интонациям определяю возраст человека. Психотип, эмоциональное состояние. Могу разговорить любого агента холодных звонков. Банки, провайдеры, рекламщики. Ненавижу рубрики в СМИ «Советы психолога». Обычно там откровенные дуры константируют билиберду. У вас депрессия? Тогда возьмите себя в руки. Улыбнитесь и не грустите. Посмотрите вокруг. Жизнь прекрасна. На нас и так смотрят с огромным подозрением. Однажды стал свидетелем, как психолог сошел с ума. Прямо при мне. Не сразу понял, что кукушка запорхала. Поначалу было не так заметно. Да и списывал на усталость. А потом началось такое. Белая горячка, скорая, госпитализация. Спустя пару месяцев он снова заступил на службу. 8 лет проработал в наркоцентре. О, это особенная сфера. Наркозависимые давно уже как родственники. Выкупаю опиатчика или солевика по одному только взгляду. Они обычно шарахаются в сторону. Но выцепляю и тихонько убеждаю, что все в порядке. Я-то принимаю их трудность. У нас есть такая примета. Какие нерешенные актуальные проблемы есть у тебя самого в жизни? Именно с такими запросами и придут к тебе клиенты. Так вот, что могу сказать точно? Это правда. Черт бы ее побрал. Друг настаивает, что в этом трейде были жареные факты. Ну окей, пишу. Мои личные сообщения засыпаны откровенными интимными фотографиями клиентов, съехавших по эффекту переноса. Просто не обращаю на это внимания и не открываю присланные фото. Самые лучшие, ясные, чувственные и глубокие отношения в моей жизни были именно с психологом. Это был служебный роман. Она специализировалась в направлении семейных отношений. И за годы, отведенные нам, мы ни разу не поссорились. Приживают ли психологи стрессы? Да, например, сейчас я переживаю наитяжелейшую депрессию. Это самое сложное состояние из встречавшихся когда-либо в жизни. Возможно, выживу. Когда слышу о ценниках, которые назначают специалисты за индивидуальную работу с клиентами, меня начинает мутить. Странные астрономические цифры, несоизмеримые с их человеческими качествами. Не говоря уже о профессиональном уровне специалистов. Тут я очень критичен. У некоторых есть очень странные методы работы с клиентами. Например, я знал одного психолога, который работал терапией молчания. Он встречал клиента, и они просто сидели и молчали в течение часа. Дальше клиент платил деньги и уходил. Нам доверяют много сокровенного. Потому мы знаем подлинную и сподню человеческого. Иногда от этого даже страшно. Слишком много тайн. Например, я знаю обстоятельства одного убийства. Но даже упоминать об этом тут опасно. У каждого психолога должен быть свой психолог. У меня с этим трудности. Среди обозримых и доступных подходящих не находится. Мой лучший помощник-консультант, терапевт, моя бывшая. На самом деле она умный, талантливейший психолог. Из лучших, встречавшихся мне когда-либо. Если работаешь на телефоне доверия, ты должен использовать псевдоним. Это как использование перчаток при работе с тяжелым материалом. А на телефоне доверия бывает, ох, как много тяжелого. Псевдоним на телефоне доверия также важен, чтобы тебя не разыскали постоянные клиенты. Они вступают в зависимость и начинают преследование. Иногда это опасно. Один из драматичных и ярких случаев, с которым приходилось работать, это когда в первый раз столкнулся с раздвоением личности. Это вообще охереть, что было. Правильное название – синдром множественной личности. Диссоциативное расстройство. Помогает ли психологу профессиональные знания в его жизни? Да, бесспорно. Ведь психология – это совсем про жизнь. У клиента может сформироваться зависимость от визитов к психологу. Ведь именно там он ощущает себя защищенным, принимаемым. Иногда вот такого простого и не хватает человеку в обыденной жизни. В этом случае работа аккуратно идет к завершению. Когда клиент впервые заходит в кабинет, я отступаю и жду, пока он сам выберет себе место. И только после этого выбираю место себе. По правилам оно не должно быть ровно напротив клиента и связано с темой запроса. Рефлексия прошлого, анализ настоящего или планирование будущего. Часто сеанс начинается с того, что клиент какое-то время молчит, а затем начинает плакать. Сам он не может объяснить причину слез, а это просто выходит напряжение, скопившееся за долгое время. Просто сейчас появилась причина расслабиться и выпустить его. Терапия уже началась. В работе со случаями пережитого сексуального насилия, консультант строго должен быть одного пола с клиентом. Иначе преодоление защит капитально затруднено и работа почти невозможна. Работа с психологом может быть бесплатной, но чаще всего более глубинного эффекта достигают сеансы, в которых клиент платит. Это связано с ответственностью и мотивацией клиента, которые понятным образом усиливаются, но я очень против высоких цен на такие услуги. Некоторым клиентам требуется ласковый нежный терапевт, который может и приобнять, и слезы смахнуть. А некоторым жесткий, непримиримый и тоталитарный, не реагирующий на манипуляции и выученную беспомощность. Это важно. В начале некоторых сеансов кладу на стол диктофон и предлагаю клиенту записать нашу беседу на аудио с условием полной передачи файла ему. У себя я удаляю. Повторное прослушивание сеанса затем помогает вспомнить то, что может быть забыто и утеряно. Оказаться для клиента таинственным, страстным, не очень понятным и даже настораживающим – отличный инструмент при условии умелого применения. Странные ритуализации, смысл которых для клиента останется скрытым. Слезы клиента – великая ценность. Если участники тренингов или индивидуальных консультаций начинают плакать, я уверен, что мы идем в верном направлении и уже достаточно продвинулись в сторону выхода. Вот странный факт. Опытные специалисты утверждают, что шизофрению можно почувствовать по запаху, исходящему от клиента. Я подобного не чувствовал, не понимаю, о чем они, но верю. Обручальное кольцо в консультировании бывает средством воздействия. Психолог может специально надевать кольцо. Для клиента бывает важно, есть ли у психолога семья или нет. Так они больше доверяют. После непростой работы в душе остается напряжение. Оно бывает отчетливым, бывает слабо ощутимым. Чтобы защититься от профессионального выгорания, чтобы расслабиться, сбросить напряжение и переключиться, я иду и мою руки холодной водой. Если вы оказались у психолога и чувствуете, что работа не складывается, контакт слаб, то, скорее всего, это не ваш специалист. Ищите следующего, пробуйте. Это нормально, когда найдете своего, мир озарится. Однажды наблюдал один из странных отталкивающих факторов во внешности специалиста. Шею пересекала отчетливо различимая странгуляционная борозда. Травматический след от попытки повешения. Скорее всего, это был операционный шрам. Но лучше такое скрывать. Это вредит работе. Пацаны и девчонки, я тут создал канал в Телеграм, где буду постить еще больше контента с Реддит. Только самое лучшее и только на русском языке. Ну и, конечно же, рубрика с вашими комментариями тоже там будет. Ссылка на Телеграм-канал будет в описании. А на этом все. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпиской на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А вот два предыдущих видео, которые вы можете также посмотреть. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok